теперь собственно перейдем как раз к этим файлам шаблона и разместим в них простые компоненты для начала давайте сделаем тестовый вывод во всех этих файлах и так у меня уже есть заготовка его просто раскомментируем list.php detail.php и form.php теперь посмотрим что у нас приходит в публичной части мы сейчас находимся на главной странице то есть это будет файл list.php в массиве result как видим у нас хранится текущая папка шаблоны url адресов массив переменных и массив с псевдонимами если он существует на детальной странице у нас уже появляются переменные семинар id равно 15 то есть есть значение с которым мы можем работать все остальное остается без изменений и на странице регистра html у нас остается значение перемены семинар id равно 15 других отличий нет теперь вернемся в файл list.php удалим название файла тестовая и установим здесь пока не заполняем параметры и давайте в качестве тестового вывода посмотрим что у нас приходит в массиве параметров сохраняем переходим на первую страницу раздела и смотрим как видим у нас установлен тип инфоблока по умолчанию заменим его на тот который нужен нам теперь у нас в массиве параметров есть тип инфоблока и айди инфоблока передадим эти значения в параметры простого компонента так скопируем теперь код вызова компонента со всеми параметрами и установим сюда нужные значения параметров так чтобы они соответствовали параметрам комплексного компонента здесь у нас будет отличие компонент newsline принимает на вход несколько идентификаторов инфоблока а по логике работы нашего комплексного компонента должен быть только один поэтому мы сюда передадим наш один как состав массива это также у нас будет соответствовать значением из комплексного компонента кэш кропс остальные параметры оставим как здесь не будем менять их значение также у нас есть параметры сортировки так и так и так и и эти значения у нас не установлено поэтому мы их просто удалим и количество элементов по умолчанию оставим как есть теперь нам нужно указать компоненту что он работает не сам по себе в составе комплексного для этого мы Передаем сюда значение объекта, сохраняем и обновим страницу. Таким образом мы видим, что у нас применились значения из параметров компонента. Уберем тестовый вывод, чтобы он не мешал на странице. И еще раз сохраним. Теперь на странице с детальным описанием семинара разместим компонент «Новость детальна». Для этого перейдем в файл detail.php, удалим все, что у нас здесь есть и поставим «Bitrix News Detail». Большинство настроек оставим как есть по умолчанию, просто для того, чтобы не перенастраивать, не переписывать долго все параметры. То, что можем, поставим и значение параметров комплексного компонента. В качестве элемента ID у нас значение хранится, как мы помним, в переменной. Мы проверяли это несколько раз, когда устанавливали значение переменной. Все остальное мы можем оставить как есть по умолчанию, только установим параметры кэширования в соответствии также с параметрами компонента. «Тип кэширования», «Время» и «Группа». Параметр «Зависит ли кэш от группы пользователя». Также укажем, что компонент работает в составе комплексного. Сохраняем. Проверим. Теперь нам нужно уже знать ID элемента, чтобы вывелось правильное описание. Ну, например, 527. Таким образом мы попадаем на страницу с описанием детальным семинаром. И последнее, что нам требуется, это сформировать страницу регистрации. Для этого в файл форм.php мы подключим компонент веб-формы. Разместим код вызова компонента. Укажем, что он работает в составе комплексного. И понятно, что нам хорошо бы для этого компонента хотя бы ID веб-формы получать из параметров текущего компонента. У нас пока этого не было, но давайте сейчас допишем параметр сюда. Веб-форма ID сохраним и добавим параметр, соответствующий файл с параметрами. Веб-форма ID Название Веб-форма ID Тип строка По умолчанию Значения нет Массива значений нет И дополнительных значений нет Сохраняем Нам нужно отредактировать языковой файл, добавить строчку Так как мы назвали ее здесь Перейдем в этот файл Чтоб не потерять название, сохраним его пока так И заменим Эти веб-формы Для регистрации Сохраняем Перейдем в публичную часть Перейдем на страницу регистрации В данный момент у нас веб-форма не установлена Укажем ID веб-формы Она у нас на сайте всего одна Поэтому указываем 1 Сохраняем Теперь у нас на странице размещена веб-форма Но она выглядит не очень симпатично Давайте обсудим, как изменить шаблон простого компонента в составе комплексного Чтобы изменить шаблон простого компонента, входящего в состав комплексного Нам нужно скопировать этот шаблон в папку комплексного компонента То есть мы находимся в структуре комплексного компонента Папка Templates Папка Default Здесь добавляем новую папку PITREX В ней под папку с названием компоненты И уже в нее скопируем шаблон компонента Мы работаем с форм Result New Находим шаблон, который нам нужен И просто его копируем Обратите внимание Для того, чтобы комплексный компонент находил папку простого компонента в своем составе Обязательно должно быть установлено, что простой компонент является дочерним Точнее, что он входит в состав комплексного компонента Давайте здесь для примера сейчас мы переименуем папку Seminar Здесь укажем название И внесем какую-нибудь небольшую правку Соответствующий файл template.php Давайте просто напишем здесь Третьим заголовком Регистрируйтесь На семинар Сохраним Обновим страницу и посмотрим Как видим, добавился наш заголовок Соответственно, применился данный шаблон Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok